Друзья мои, добрый день! Здравствуйте! Сегодня 14 июня. Блогер из Перми, опаленционный КГБ, Бессонов, Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот, противостояние на Украине, операция, она приобретает свою финальную точку. И если хотите, ситуация очень серьезная. То есть сейчас, в общем-то, я думаю, что к августу, к июлю идут подставки уже ракет с радиусом действия до 300-500 километров. Да, но только официально. Я думаю, что неофициально поставляют ракеты с гораздо большим радиусом действия. Плюс они поставляют комплексы уже. Патриот для сбития наших ракет и так далее. То есть что значит 300-500 километров? То есть радиус нанесения ударов ракетами украинской армии достигают сил. Ну, для того, чтобы начать контрнаступление, нужно сосредоточить силы. Да, американцы пока не разрешают бить больше 100-120 километров на территорию России, потому что, ну, это, так сказать, в приближающие, в приграничные районы. Но если радиус будет 300-500 километров, то фактически все города Юга России окажутся под ударом этих ракет. Ну и Путин, в общем-то, заявил, что он готов на переговоры, условия переговора, они те же самые, он не идет на уступки, ему надо дать должное, он очень занимает по позиции очень жесткую. Это освобождение этих четырех республик, которые вошли по конституции в состав России, безъядерный статус, безблоковый статус Украины, ну и снятие санкций с России и так далее. И вот июнь, июль, август все решится. Если они, да, более того, он вместе с Белоруссией провел ядерные учения. И если они нанесут удары по нашим городам, украинцы, и американцы не разрешают пока наносить больше радиусов 100 километров на территорию России. Если они нанесут удары по российским городам, то Путин даст команду нанести ядерные удары, прежде всего, по сосредоточению сил НАТО и украинских, и так далее. Это значит четвертая мировая война, это значит серьезный ядерный конфликт, и, к сожалению, ситуация идет к тому, что этот конфликт уже не избежать. Я думаю, что к осени будет или заключен договор, мирный договор на условиях Путина, или начнется мировая война. Поэтому ждем, плюс выборы президентские. Видите, Байден подвешен, Трамп заявил, что он решит вопрос. Вопрос с Украиной в течение недели, поэтому Путину сейчас нужно дотянуть ситуацию до выборов в Америке, привезти Трампа. И с Трампом уже решать, с этой администрацией Трампа, решать вопросы мирных договоров. Но я думаю, что под конец администрация Байдена может какую-нибудь подлянку и подсунуть. Она может дать команду разрешения на применение ракет по населенным пунктам внутри страны и так далее, по базам, по заводам. Но это десятки, сотни, даже десятки тысяч жертв будет зашобено в крупных городах, потому что будут бить ракетами очень серьезными. Вот так вот война, в общем-то, начинает преобретать уже, в общем-то, отчизяемые контуры. Ну, посмотрим. Осталось 3-4 месяца. Спасибо. Ваш Бесовый Алексей Болисович.